Миссия и высокая честь. Волнительный день для юношей настал. Долгожданная поездка в знаменитый на всю страну президентский полк. Для Руслана Цветаева это была мечта с самого детства. Парень говорит, что к отбору в подразделение особого назначения готовился еще с младших классов. И вот теперь он призывник. Дальнейшая цель – служба в почетном карауле. Честно, я испытываю гордость тем, что я буду служить в таком замечательном месте, как Кремлевский полк. Это, я считаю, самая элитная часть, в которую можно действительно попасть для службы. Не меньше волнуются и родители, отпуская сыновей на службу. К море впечатлений, тревожности. Им желаю только удачи и всего, что... Я вообще горжусь своим сыном, что он туда попал. Выбирали лучших из пяти тысяч человек. Именно столько из Ростовской области отправятся на службу в этом году по итогам весенней призывной кампании. Попасть в ряды избранных было непросто. Президентский полк – элита российской армии. Солдаты принимают участие во всех торжественных церемониях в Кремле. Поэтому и требования к юношам особые. Уровень образования и интеллекта, состояние здоровья, семейное положение, дисциплина, стрессоустойчивость, рост, вес и многое другое. Они будут представлять честь нашей Ростовской области, в самом центре нашей России и участвовать во всех мероприятиях, которые проводят первые лица нашего государства. В частности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уже с 2005 года мы отправляем президентский полк. И я вам скажу, что с 2005 года ни одного нарекания на наших военнослужащих полка не поступило. То есть ребята достойно продолжают традиции славных донских казаков. Призывная кампания проходит в строгом соответствии с санитарно-эпидемическими нормами. Призывники дважды проходят тестирование на коронавирус. По месту проживания и на областном сборном пункте, перед отправкой к месту службы. По прибытию в войска ребята еще раз пройдут тестирование и двухнедельный карантин. Он входит в службу по призыву. А дальше из юношей будут воспитывать настоящих защитников страны. Владимир Корловский, Алина Высоцкая, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Батайск. Алина Высоцкая, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Батайск.